Просмотр этого видео позволит тебе сэкономить от 5000 рублей, избежав очень коварного и опасного штрафа от Моспаркинга, которого не удалось избежать мне. И сейчас я расскажу вам свою историю. Друзья, всем здорово! Вы на канале Автосовет, меня зовут Юрич, я инженер, преподаватель и автоисследователь. Сразу же к сути видео. Буквально несколько недель назад, а точнее 6 апреля, мне пришло письмо счастья о том, что я не оплатил парковку городскую, цена которой составляет 40 рублей в час. И, значит, обязан уплатить штраф в 5000 рублей, черт побери. И парковку я, естественно, оплачивал и ничего не забывал. Приходит мне письмо сначала на госуслуги, где нет фотографий, ничего, просто сказано. Значит, ты нарушил 5000 рублей, срок на обжалование 10 суток и все. Я думаю, ну подожду несколько дней фотографии, да, я привык, что там 2-3 дня фоток не приходит. Посмотрю, в чем там суть, потому что я оплачивал, открываю, значит, приложение в Шиве, смотрю, там все оплаты есть, все как положено. Ну, единственный нюанс, что я парковался утром, потом у меня был обед, я отъехал на этот обед на пару часов и вернулся дальше, значит, паровести. Проходит 3-4-5 дней, я думаю, ну сейчас уже кончится этот срок на обжалование 10 суток, и вот примерно на 5-е или на 7-е сутки я решаю подать жалобу. Фотографий нет, я, соответственно, первым пунктом указываю в жалобе, что фотографии, значит, вы не приложили, соответственно, идите нафиг. Второе, парковка оплачена, вот они, значит, скриншоты из приложения, все как положено. И третье, я что-то еще там указал, что, что-то я не помню, там, по-моему, нахлест времени был на то время, которое я оплатил по факту. Ну, у меня там начиналось время с 54 минут, а у них как раз оно, значит, фигурировало в постановлении. Ну, на своих экранах, можете видеть, я скриншот сделаю. Вот, и я написал эти 3 пункта и отправил в ГКУ АМПП, да, как это называется, организация замечательная. Вот, отправил, сижу такой довольный, жду. И тут приходит уже извещение непосредственно на почту. Это уже было спустя, типа, дней 13 или 15, около того. Ну, я иду за этим письмом, забираю его. На нем написано, что с момента вот этого письма ты имеешь время на обжалование. А я уже, сука, эту жалобу подал. Ну, это ладно. Значит, открываю это письмо и вижу фотографии своего автомобиля. Первая фотка машины вы можете наблюдать на своих экранах вот с таким вот временем. И, как вы можете видеть на скрине, я в это время уже у меня парковка была оплачена, да, то есть оплата происходила минута в минуту. И есть вторая фотография спустя, сколько там, 3 часа, где за секунду до моей оплаты они успели сфоткать, что я якобы не оплатил. То есть прошло 3 часа. Но есть, сука, небольшой нюанс. В интервале между вот этими двумя фотографиями я отъезжал примерно на 2 часа. То есть у меня парковка закончилась, я сел на машину, уехал на обед. Где-то через 3 часа я приехал, ну или через 2,5 на, значит, на то же место припарковался. Не на ту же парковку, а прям на то же место, да. Вот. И видите, что машина стоит вообще одинаково. Меняются только машины слева и справа. И, видимо, в конце первой парковки и при начале следующей сделали фотографии. И решили, что могут вот таким образом людей кинуть через писюн. Но есть небольшой нюанс. Я же, когда первый раз подавал жалобу, я думаю, ха-ха, щеглы. Я сейчас вам покажу, что у вас фотографий нет, значит, вы не имеете права мне и штрафы тут, значит, приклепывать. И воспользовался своим правом подать жалобу. А второй раз ты уже жалобу не можешь подать. Потому что первый раз ты ее подал, и они единожды рассматривают эту жалобу. А второй раз, извини, пожалуйста, жди ответа или подавай уже в суд. Но время, за которое ты можешь подать в суд, оно тоже как бы лимитировано, да. Ты не можешь ждать там пару месяцев, пока эти, значит, граждане с большой буквы «Г» пришлют тебе ответ. Вот я, собственно, сейчас сижу и жду. Суть в чем заключается? Как вы можете наблюдать, в этом письме счастья написано, что согласно пункту 2.4 правил вот этой парковки платной, ты, значит, правила нарушил. И когда ты открываешь вот это постановление, номер 61, вот здесь вот на экране будет написан номер, то ты смотришь эти пункты, и там идет первый пункт, второй, два, три и дальше три. Я втыкал, наверное, полчаса, не мог понять, какого хера, где этот 2.4 пункт, 2.4. Потом додумался в этом документе с 50 страницами отлистать почти в самый низ, и оказывается, что пункт 2.4 у нас есть в приложении номер 11. Ну, честно говоря, черт ногу сломит. Я нахожу его, и смотрю там интересная приписочка к этому пункту, мать его, 2.4. Читаю вам ее. Отмотав в самую жопу мира этого документа, ну, про 50 страниц я немного преувеличил, но сейчас я вам скажу, на какой странице вот это приложение 11 находится. Нет, я не преувеличил. Приложение номер 11 находится на 64-й странице. И вот на 64-й странице мы видим пункт 2.4, который гласит, пользователь обязан в течение пяти минут с момента въезда на парковочное место начать парковочную сессию путем внесения платы за размещение транспортного средства на платной городской парковке одним из способов. А способов-то там немного, потому что нихера нигде паркоматов не стоит, и уж тем более наличными деньгами ты точно не сможешь оплатить. Только мобилой. Но это ладно. А за размещение транспортного средства один из способов, указанных там в каком-то предыдущем пункте настоящих правил. Это все не мои пункты. А вот следующее идет вот такая вот приписка, жирная на два абзаца, которая гласит следующее. Это вот та суть, в чем кроется вот здесь вся, как-то без мата-то сказать, вся вот эта вот петрушка. Да, давайте вот так будем говорить. При повторном размещении транспортного средства на парковочном месте платной городской парковки в зоне действия дифференцированного тарифа в период с 8 часов до 21 часа, время размещения данного транспортного средства суммируется с учетом всех предыдущих парковочных сессий за указанный период времени, если между окончанием одной парковочной сессии и началом другой парковочной сессии в пределах указанной территории прошло менее 30 минут. И дальше. В указанном случае оплата за размещение транспортного средства на парковочном месте платной городской парковки осуществляется с учетом суммарного времени таких парковочных сессий. Я, честно говоря, втыкал минут 15, посоветовался потом с юристом, она тоже не сразу въехала, потом еще товарищам покидал, которые вот по ПДД немного задрачиваются. И мы пришли к мнению, что вот эта вот вся петушня, которую можно было написать в одно или два коротких предложения, и которая размазана на херовую тьму букв, означает, что ежели ты припарковался, заплатил при этом, потом отъехал, прервав парковочную сессию, и потом вернулся на это же место, не прямо на конкретно это же место, а на всю парковку с этим же номером, вернулся ты менее чем через 30 минут, то тогда ты должен оплатить время, которое тебя не было. Вот эти 29 минут, до 29 минут. В случае же, а это уже мой случай, если ты отъехал на более чем 30 минут, а я отъехал там видно на 2 часа, и вернулся потом, а я вернулся прямо на то же место физически, то в этом случае ничего не суммируется, и ты просто платишь как отдельную парковку. Эти же петушариевые сфотографировали меня в 10.54, хотя у меня парковка уже была оплачена в этот момент, и законность этой фотографии вообще под вопросом. То есть в этот момент у меня парковка должна быть не оплачена, но она была оплачена. И вторая фотография, спустя только, сука, 3 часа, я делаю вывод, что вот эта машина, которая там ездит, или автомат, который стоит, я хер его знаю, по всей видимости машина, потому что угол, видите, разный на фотографиях, она ездит с интервалом, ну, часиков 2, ну, то есть так, на расслабленный чувачок себя чувствует, там катается по этому району, либо район большой, что ты его поймешь. Вот, и они подумали, что я, значит, все это время там стоял и не оплачивал. То есть я сначала оплатил час, потом забыл, потом опять оплатил. Хотя логично было бы предположить, что если бы я забыл, я бы, наверное, просто парковочную сессию додержал бы на подольше, и, ну, там же можно исправить, да, все это дело. Но нет. Вот посчиталось, что я там стоял, получается, 3 часа. Сейчас я буду подавать вторую жалобу, это у меня сейчас действие еще в процессе, вы об этом можете узнать только в одном из следующих видеороликов, если у меня как-то разрешится этот вопрос, а не я просто плюну и брошу им в морду эти 5 тысяч вонючие. Обидно, честно говоря, обидно. Это 10% месячной зарплаты преподавателя, старшего преподавателя. То есть, чтобы вы понимали, как бы дешевле, дешевле и выгоднее встать под знак «остановка запрещена». Просто остановиться там, хер забить и не платить никакие эти 40 рублей. Как-то, ну, несоизмеримо, понимаешь тебя? То есть, ты, блин, сам там что-то оплачиваешь и где-то ошибаешься и попадаешь на 5 тысяч плюс то время, которое ты, значит, оплатил. Ну, верните мне тогда, блядь, мои 40 или 80 рублей. Короче, если будете парковаться, если у вас время отсутствия на одной зоне будет менее чем 30 минут, то знайте, что можете парковку не прерывать. Потому что вам потом придет штраф, если вас опять заметят на этой парковке, через менее чем 30 минут. А если заметят через более чем 30 минут, то, возможно, тоже штраф придет. Теперь вы знаете. И я думаю, что таких ситуаций, надеюсь, станет меньше. И хотя бы вы на моем примере, я готов 5 тысяч эти заплатить, лишь бы вы, как я, не попадались на вот эту хрень. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было полезно. Если это так, можете лайком меня поддержать, подпиской или каким-нибудь приятным комментарием. Всем спасибо за просмотр. Берегите себя, бодрости духа и удачи. Берегите себя, бодрости духа и удачи.